Девушки отдыхают О кошмарных событиях, произошедших в небольшом городке Вятские поляны. До сих пор пишут статьи и снимают документальные фильмы, причем на разных языках – русском, английском и японском. Ведь именно там с 1995 по 1997 год орудовал зверь в человеческом облике – Александр Николаевич Комин. Одержимый идеей создать себе ферму рабов, глубоко под землей Комин оборудовал бункер. В нем в кандалах он держал четырех женщин и двоих мужчин, заставляя их работать по 16 часов в сутки. Но главной странностью Комина был не адский труд его рабочих, а изощренные расправы, которые он придумывал для невольниц. Своих невольников он травил ядом и казнил на электрическом стуле. А еще Комин мечтал о подземном царстве, в котором его рабыни нарожают ему сотню-другую маленьких рабов. Александра Комина считают одним из самых жестоких, коварных и изобретательных маньяков XX века. Вот послушайте его историю. Будущий рабовладелец родился 15 июля 1953 года в городе Вятские Поляны Кировской области, в семье простых рабочих. В детстве и юности Комин ничем не выделялся среди сверстников. Учился мальчик средний и особых способностей ни к чему не проявлял. С трудом окончив восемь классов, Александр решил оставить учебу и готовиться к армии. Но вместо этого попал в тюрьму. 18-летний Комин ввязался в драку, в которой два человека получили серьезные увечья, и загремел в колонию по статье хулиганства. Отбывая назначенный ему срок, Александр с упоением слушал рассказы своего сокамерника, который в свое время держал в неволе нескольких бомжей. Заставляя рабов писать иконы и картины, хозяин сбывал их за неплохие деньги. Рассказы сокамерника Комину очень понравились, и он взял их на заметку. Между тем, за решеткой молодой зэк, казалось бы, нашел свое призвание. Он трудился на местном швейном производстве, и работа его очень увлекла. Оказавшись на свободе, 21-летний Комин отправился осваивать швейное мастерство в техникум, мечтая в дальнейшем стать модельером. Но диплом модельера-закройщика не гарантировал трудоустройство. Комин работал электриком, разнорабочим, сторожем, а затем устроился кочегаром. На последнем месте работы Александр познакомился с коллегой, инженером по образованию Александром Михеевым. Вспомнив рассказы сокамерника-рабовладельца, он предложил Михееву завести собственных рабов, которые будут выращивать ягоды и овощи на продажу. Вторым источником дохода Комин планировал сделать разведение черных кошек на шкуры, чтобы потом из этих шкур делать сувениры. Он сказал, что у меня в подвале уже немножко вырыто. Если ты мне поможешь, сделаем площадь, будем сажать огурцы и сдавать в рестораны, в кафе. И круглый год у нас будет стабильная зарплата рабов, бомжей привезти, кого-нибудь угодно заманить, чтобы они работали, что они делали. Через некоторое время планы Комина поменялись. Он решил организовать швейное производство, на котором будут трудиться его личные рабыни. Рабочим цехом должен был стать его гараж, расположенный в местном кооперативе «Идеал». Впрочем, держать невольниц в самом гараже с хорошей слышимостью было рискованно. Поэтому Комин и Михеев решили создать под ним укрепленный подвал. Что-то наподобие бункера. Работы заняли у сообщников долгих четыре года. «Это будет не теплица, а темница», — любил повторять Комин. Владельцы соседних гаражей порой замечали, как Комин таскает ведра с землей и стройматериалы. Хотя, как правило, сообщники старались делать это ночью. Но Александр отмахивался от любопытных соседей и на все вопросы отвечал. Мол, выращиваю в гараже огурцы и развожу нутрий на продажу. Эта легенда очень нравилась женам автомобилистов, которые частенько ставили трудолюбивого Комина в пример своим мужьям. К концу 1994 года бункер на глубине девяти метров был готов. Его площадь составила 15 квадратных метров. В разделенное на несколько комнат помещение вела лестница. К ней Комин провел высокое напряжение на случай, если его будущие пленницы надумают сбежать. Стены для лучшей звукоизоляции сообщники оббили матрасами. Немногим позже Комин и Михеев установили в бункере столы и кровати, купили две швейные машинки и ткань, а потом начали поиск рабынь. Невольниц искали среди женщин, ведущих асоциальный образ жизни. Одна из них, 33-летняя Вера Толпаева, встретилась Александру Михееву 11 декабря 1994 года. На свою беду Толпаева сама обратилась к Михееву с просьбой дать закурить. Так между ними завязался разговор. Вскоре Вера согласилась выпить в компании Александра и отправилась с ним в гараж. Подождав, пока женщина немного захмелеет, сообщники добавили ей в рюмку клофелин. Очнулась Толпаева уже в бункере и с ужасом выслушала речь Комина и Михеева, которые ей сообщили. «Теперь ты будешь жить здесь, в подвале, и будешь шить вещи. Поняла, Верочка?» Первой ее реакцией была попытка вырваться из плена, но силы были неравны. После, чтобы усмирить строптивую рабыню, Комин неоднократно избивал ее резиновым шлангом и железными цепями, а также насиловал и постоянно угрожал убить. Вскоре пленница была настолько запугана, что согласилась на все условия. Вот только шить у нее совсем не получалось. Сколько бы Комин не учил Толпаеву работать на машинке, ничего толкового не выходило. Тогда Александр потребовал, чтобы Вера порекомендовала в качестве рабыни кого-то из своих знакомых. И Толпаева рассказала, что швейным делом занимается ее 35-летняя приятельница Татьяна Мельникова и назвала ее адрес. Комин отправился туда в январе 1995 года и внезапно столкнулся с одним из своих бывших сокамерников, Николаем Малых. По стечению обстоятельств он оказался сожителем Мельниковой. Комин предложил Николаю выпить за встречу у него в гараже. И тот согласился, взяв с собой подругу. Вместе с Михеевым Комин напоил гостей водкой с клофелином, после чего Татьяну Мельникову спустили в бункер. «Покурили. Комин мне говорит, ты меня не помнишь? Мы с тобой вместе работали. Я говорю, я не помню. Он говорит, в таком-то году. Я говорю, я тебя не помню. Он говорит, ну давай, за знакомство выпьем немножко. Рюмка была налита уже. Время было 58. Рюмочку я выпила, и я больше ничего не помню. Отчинулась я уже внизу. Туда зашла, была толпая в этом. Он заходит, я спрашиваю, вот это, она говорит, это. И все. Ее любовника Колю Малых они посчитали слишком опасным, чтобы оставлять в живых. Мужчину раздели до нижнего белья и отвезли на ближайшее поле. Его одежду подельники разбросали поблизости, чтобы изобразить, будто он в состоянии психоза сам разделся и уснул в сугробе. На окоченевшее тело мужчины спустя несколько дней наткнулись случайные прохожие, которые сообщили о находке в милицию. Задумка Комина сработала. Смерть Малых, который всегда отличался тягой к спиртному, милиционеров не заинтересовала. Ее списали на несчастный случай. Мол, напился да замерз. Комин тем временем по старой схеме обрабатывал Мельникову. Измученная издевательствами, женщина вскоре сломалась и стала шить халаты и нижнее белье. Ей приходилось работать по 16 часов в сутки. Хозяин требовал по 32 халата в день. Вторая пленница, Толпаева, в это время была занята обустройством бункера. В случае неповиновения Комин обещал изрезать обеих рабынь ножом. Своих пленниц Комин практически не кормил. Их рацион состоял в основном из круп, картошки, черного хлеба и настоя шиповника. Да и то не каждый день. Чтобы выжить, Толпаева и Мельниковой нередко приходилось жарить картофельные очистки. Мылись невольницы раз в неделю в тазу. Для этого Комин при помощи лебедки спускал им в подвал канистру с водой. Вода у нас тоже была, флягу. Неделю нужно было и помыться как-то, и готовить. В туалет тоже мы ходили прямо там. Пошел в маленькую комнатку, растил бумагу, оправился. Это все заворачиваешь, ложишь в пакет. Пакет наполняется, его завязываешь. Может он неделю там простоять. Смотря кто как ходил. Этот пакет он потом забирал и выносил наверх. Мочу выливали в флягу. Эта фляга стояла, может, неделю, может, две, может, больше. Все это окопилось, да. Флягу выносили сами. Он поднимал на лебедке это все. Между тем одежда, которую шила Мельникова, пользовалась большим спросом на местном рынке. И тогда Комин с Михеевым решили расширить производство. Но для этого им понадобилась мужская сила. И тогда сами пленницы предложили привезти в бункер их давнего знакомого, который много пил, лишился жилья и был рад любому крову. Комин получил подробное описание внешности и отправился искать потенциального раба на местный рынок. Но ошибся и привел в гараж другого человека. Так в бункере появился 37-летний Евгений Шишов. Мужчина имел крепкое телосложение, отслужил в свое время в ВДВ, но затем пристрастился к алкоголю и скатился на дно. Он сам спустился в бункер. Комин убедил его, что хорошо заплатит за посильную помощь. Оказавшись в западне, Шишов согласился надеть на себя кандалы, а заодно сообщил, что является умелым электриком. Он даже не думал, что этим откровением подписывает себе смертный приговор. Комин тут же сообразил, что пленник запросто отключит питание лестницы и задумал избавиться от Шишова, казнив его на самодельном электрическом стуле. Маньяк привязал пленника к стулу, позволил ему выкурить последнюю сигарету, затем обмотал оголенными проводами его руку и ногу и приказал своим пленницам нажать на кнопки прикрепленных к устройству выключателей. Мельникова даже под страхом смерти отказалась выполнить требования, а вот толпа его приказ Комина исполнила. От мощного удара током Евгений Шишов погиб мгновенно. Мне нужен был помощник, торговать нужно было продукцией и копать. И эта Вера мне предложила, стала копать на мозгах там в общем. Давай, говорит, я тебе буду помогать работать вместе с ним. Они, говорит, будут шить, а я буду торговать и все. И вот в это время появился Женя, мы привели. Вот, и она сказала, если, говорит, ты не веришь мне, что я с тобой буду работать, давай, говорит, я его убью. Ну, чтобы ты не сомневался во мне, что я тебя буду. Комин договорился с Толпаевой, заранее видно. Я тогда об этом не знала. Принесли они аппарат, вызвали Женю из спальни, поставили его на ошейник, связали руки, связали ноги, привязали проводки и сами вышли. Толпаев в это время включил этот аппарат. Первый раз, потом второй раз. Жень как успел вздохнуть, и все. И повис. После этого Комин жестоко избил ослушавшуюся его Мельникову, а Толпаева, напротив, стала его фавориткой. Он даже отпустил Веру на волю, чтобы та отыскала и привела в гараж новую жертву. Женщина, на чьей совести была смерть, Шишова, оказавшись на свободе, не только не пошла в милицию, но и четко выполнила приказ Комина. 16 июля 1995 года Толпаева вернулась в гараж в компании 36-летней безработной Татьяны Козяковой. Та недавно освободилась из колонии, где отбывала срок за мелкое хищение, а до этого работала поваром. Ко мне пришла в гости Вера Толпаева. До этого она была в розыске полгода. Тебе нужны деньги, она спросила. Я сказала, конечно, да. Она сказала мне, пойдем, я тебя познакомлю с одним человеком, который даст тебе заработать. В это время был дождь, дождь был очень сильный, темно было здесь. Потом мы вышли там в каком-то боксе, и я говорю, Вера, вон смотри, горит свет, может этот гараж. Мы с ней вышли, вон с той стороны прошли, и точно, она говорит, этот гараж. Мы подошли с ней к гаражу, вот к этому, вот номер 198. Дверь открыл комин, вышел. Она сказала, вот, пожалуйста, познакомься, вот этот самый человек, который предложит тебе работу. Потом мы зашли в гараж, сели, он достал бутылку, три рюмки. В это время Вера отошла от меня, мне пришлось повернуться. Когда я уже повернулась, три рюмки уже были налиты. Я выпила рюмку, больше ничего не помню. И потом я попала в бункер. Попав в бункер, Козякова, как и остальные пленницы, была избита. Но это не сломило ее волю. Она постоянно пыталась сопротивляться и даже защищала подругу по несчастью, Татьяну Мельникову. Ей Козякова сделала самодельный оберег, завернутую в полиэтилен записку с молитвой. А узнав, что измученная рабством Мельникова задумала свести счеты с жизнью, Козякова отговорила ее от рокового шага, пообещав, что организует побег. Своё слово женщина сдержала. Выяснив, что Комин обесточивает лестницу, когда сам спускается в бункер, Козякова улучила момент и заперла его в одной из комнат, а сама вместе с подругой попыталась сбежать. Но Комин выбил дверь и схватил поднимавшихся по лестнице женщин. Их ждало страшное наказание. До такой степени он меня бил, что сам был весь в крови. Брызги крови, кожа лопалась. Потом он взял шланг. Потом он выворачивал мне голову. Потом он свечкой поджигал меня руки. Вспоминала одна из рабынь. Но этих жестоких пыток, впавшему в бешенство Комину, показалось мало. Он предложил Козяковой и Мельниковой наказание на выбор. Либо разрезать им рты от уха до уха, либо выбить на лбах татуировки со словом «раб». Испуганные женщины выбрали второй вариант. И маньяк изуродовал их лица наколками, кроме слова «на лбу», набив ещё и капельки слёз под глазами. В сыром подвале татуировки рабынь долго заживали и гноились. А Комин, чтобы попытки побегов не повторялись, закрепил на стенах бункера кандалы. Отныне, прежде чем спуститься в подвал, он сигналил рабыням лампой. После этого пленницы должны были застегнуть окувы на своих шеях и руках, а затем положить ключи на стол. Однажды я зашёл в маленькую комнатку. Они меня закрыли там, эту дверь. И дверь была не закрыта, которая... Главное была дверь в коридор. Ну и они побежали туда. Я уже их отданал в коридорчике. Вот, я их за это, конечно, наказал здорово. Он пришёл, он там работал, копал, по-моему, что ли. И мы решили, он пошёл умываться. И мы закрыли... Там дверь была в той комнате, где умывальник. Мы закрыли ту дверь и побежали. Открыли ту железную дверь. И вот ту дверь я не могла открыть вторую, потому что на ней не было ни ручки, ничего. Всё, он нас поймал тут. И затащил обратно. Присягнул на ошейнике, избил до полусмерти. И ушёл домой. Но однажды Комина постигло разочарование. Свою помощницу толпа его он отправил на поиски очередной невольницы. Но та внезапно исчезла. Поэтому искать новую рабыню он решил сам. В начале 1996 года Комин привёл в гараж 27-летнюю Татьяну Назимову. Девушка страдала психическим заболеванием, избежав из дома, кочевала по железнодорожным станциям. Для работы она не годилась. Но Комин сделал её своей любовницей. И стал называть Оксаной. К тому времени подпольная фабрика маньяка перешла на новый уровень. Помимо халатов, его невольницы теперь шили ризы для священников. А также ткали иконы и гербы. Полотно с гербом Комин даже пытался продать сначала местной администрации, а затем не побоялся обратиться с подобным предложением и к руководству милиции Вятских полян. Но везде получил отказ. У потенциальных заказчиков не оказалось денег. Тогда, чтобы увеличить доход, Комин решил подключить своих рабынь к выращиванию огурцов в парнике. Он установил в бункере теплицу, организовал электроподогрев и довольно быстро получил первый урожай овощей. Но вскоре владелец соседнего гаража в разговоре с Комином упомянул про невыносимую жару, из-за которой даже пророс хранившийся у него картофель. После этого маньяк решил не рисковать и разобрал теплицу. К слову, теневой заработок отнюдь не мешал Комину встать на учет на бирже труда и получать пособие по безработице. В январе 1997 года в бункер вернулась беглянка Толпаева, с которой Комин случайно столкнулся на улице. Он сделал вид, что обрадовался встрече с ней и предложил бывшей сообщнице вернуться в дело. Больше того, Комин пообещал Толпаевой сделать ее руководителем продаж. Обрадованная такими перспективами женщина согласилась, даже не подозревая, что Комин задумал отомстить ей за бегство. Впрочем, по другим данным, причиной расправы над Толпаевой могла стать ее попытка шантажировать Комина. Она якобы потребовала приличную сумму денег замолчания о его темных делах. В противном случае женщина грозила обратиться в милицию. Как бы там ни было, Толпаеву ждала страшная смерть. Комин долго ее пытал, бил, вырывал зубы щипцами и засовывал под ногти иголки, а затем приказал другим пленницам сделать ей инъекцию тормозной жидкости. Испуганные рабыни никак не могли попасть в вену, и тогда измученная Толпаева предложила выпить яд самостоятельно. По воспоминаниям пленниц, Вера умирала в мучениях 15 часов. После ее смерти Комин и Михеев сбросили тело погибшей в прорубь на реке Вятка. Комин пришел, сказал, что сегодня ты, Вера, умрешь. Она говорит, давай, лучше я умру голодной смертью. Он говорит, нет, ты мне не нужна. На ошейник ее и на стол. Налили антифризы ей. Выпила. Мало ей стало. Потом еще налили. Она еще не умирает. Еще попросила. Она этот антифриз пила, как компот какой-то, и хлебом закусила, и все ей. Потом где-то около трех, наверное, на ориентацию уже начала терять. В пять поесть попросила. Петровна ей говорит, Вера, скажите у нее, хоть попросили не попросила. Нет. Вот без пяти девять умерла. Помучилась. Следующей жертвой Комина стала его любовница Татьяна Назимова. К ее психическому недугу добавился физический. Она заболела лейкозом и к концу года жизни в бункере уже не могла вставать с кровати. К середине марта 1997 года маньяк задумал избавиться от Назимовой. Но на ее защиту встала Татьяна Козякова. Она стала упрашивать отпустить больную невольницу. Мало, за своих психических особенностей та никому ничего не расскажет. Комин задумался об этом и решил выяснить, насколько адекватно Назимова оценивает происходящее. Та доверчиво сообщила маньяку, что находится на курсах кройки и шитья, которые ведет преподаватель Александр Комин. После этого судьба Назимовой была решена. Маньяк несколько дней морил жертву голодом. А после насильно через воронку влил ей в рот стакан антифриза. Тело погибшей Комин решил погрузить на санки и оттащить под покровом ночи прямо под двери местного морга. Идея, что сотрудники учреждения найдут покойницу прямо у дверей, забавляла убийцу. Однако до пункта назначения Комин так и не дошел. Заметив на выезде из кооператива случайного прохожего, он бросил ношу и убежал. Но вернемся назад. В конце 1996 года в бункере Комина появилась новая пленница. 22-летняя Ирина Ганюшкина, которую незадолго до своей гибели привела Толпаева. Ганюшкина пыталась заняться предпринимательством на местном рынке, но крайне неудачно. Девушка потеряла большую сумму денег, взятых в долг. При этом личная жизнь Ирины складывалась хорошо. Она собиралась съезжаться со своим молодым человеком. В роковой для себя день Ганюшкина шла смотреть съемную квартиру, хозяйкой которой была ее соседка по дому, Вера Толпаева. Выслушав рассказ девушки о ее долгах, Толпаева предложила Ганюшкиной отправиться в гараж к своему знакомому, Александру Комину. Толпаева обещала, что тот одолжит Ирине нужную сумму денег. Однако вместо этого, опоенная водкой с клофелином, девушка оказалась в бункере. Я очнулась, не могла понять, где я нахожусь. Сначала думала, в поезде еду. Потом встала, вышла, смотрю, там женщины эти сидят с татуировками. Ну, начала расспрашивать, где я. Они мне, ну, как-то так, ну, не хотели говорить. Вот потом я говорю, отпустите, ну, откройте мне дверь, мне надо домой идти. Мы, говорит, закрыты с той стороны. Придет, говорит, ну, этот мужчина, который тебя привел, он откроет и выпустит тебя. Вскоре туда пришел Комин. Отсюда выходит только вперед ногами, сообщила новая рабыня. Но надежда на спасение появилась у Ирины, когда в подвал спустился сообщник маньяка, Александр Михеев. Его пленница знала с детства. Ганюшкина стала умолять знакомого помочь ей, но тот не только отказал, но и изнасиловал невольницу. Между тем, Ганюшкина, которая обладала миловидной внешностью и покладистым характером, очень понравилась Комину. 8 марта 1997 года маньяк, стремясь порадовать девушку, принес в бункер угощения и организовал праздничный стол для своих пленниц. Симпатию маньяка к Ирине тут же заметила Козякова. Дождавшись, пока Комин уйдет, она предложила Ганюшкиной быть с ним по-ласковее, чтобы усыпить его бдительность. Та послушалась подругу по несчастью и стала проявлять в адрес Комина знаки внимания и даже посвящала ему стихи. Слушая их, он заливался слезами. Это продолжалось каждый день, каждый день. Я говорю, что мы к этому до такой степени привыкли, нам уже было все равно. Мы знали, что сейчас Саша придет, и они туда уйдут, и мы больше их долго не увидим. Весь рабочий день. Мы работаем, они занимаются любовью в другой комнате, в этой спальне. А чтобы он нас видел, допустим, я же туда, допустим, иду, он ставил нам маленькое зеркало. Если я иду в эту комнату, где они там занимаются любовью, он меня увидит в зеркало, что я иду. Ну что я скажу? Что она там трахалась, что ли, или что? Вообще она не работала. Сашу ждала она. Скорее бы Саша пришел. Переживала, когда он задерживался. До 12 просидят ночи, а мы работаем в это время. План Татьяны Козяковой удался. Комин был очарован новой швеей и стал просить Ганюшкину родить ему ребенка. Маньяк даже пытался искусственно оплодотворить пленницу при помощи шприца со своей спермой. Ганюшкина с ужасом слушала рассказы Комина о его планах. Он собирался создать под землей рабовладельческую ферму, собрав сотни женщин, которые будут рожать и растить ему рабов. Сначала он сказал, что если я ему рожу ребенка, то он меня заберет вместе с ребенком. Когда ребенку 2-3, я никак не могла забеременеть. Вот он решил этим шприцем сделать. Я начала его отговаривать, но я просто-напросто испугалась, что какие-то последствия могут быть там. Он меня долго уговорил, я не согласна была. Он поставил мне условие, что если когда он нас заберет оттуда, то на свободе мне это сделать, я согласилась. Через некоторое время девушка сумела убедить маньяка, что в бункере ребенка ей не выносить. Тогда, в середине апреля 1997 года, Комин выгнал из своей квартиры на улице Ленина предыдущую сожительницу и поселил там Ирину Ганюшкину. В процессе работы я, в общем, влюбился в Ирину. Полюбил ее и решил ее отпустить. Решили пожениться мы с ней. Но доверять девушке он не собирался. Комин никогда не отпускал ее из дома одну и даже сопровождал ночью в туалет. Гуляла Ганюшкина только в сопровождении Александра. Однажды они встретили на улице родителей девушки и ее мучитель тут же попросил у них благословения на брак. Себя он представил как электрика, работающего в местной больнице. Мать и отец Ганюшкиной дали свое согласие, даже не подозревая, что в тот момент в бок их дочери упиралась заточка. Комин боялся, что девушка поднимет крик. Через некоторое время Комин вынудил Ганюшкину забрать к себе двухлетнюю Настю, ее дочь от предыдущих отношений. Ирина быстро поняла, что ребенок станет заложником, который лишит ее шансов сбежать. Но вышло иначе. 21 июля 1997 года он разрешил Ирине одной отвезти ребенка к педиатру, а сам отправился по делам. Незадолго до этого маньяк рассказывал Ганюшкиной, что рабыни ему надоели, и он собирается засыпать бункер землей вместе с находящимися там рабынями. Ирина поняла, что медлить нельзя. Он только из дома вышел. Я собралась, Настю собрала. Он мне деньги оставил. И бегом на остановку. Сначала боялась, может, он меня проверить хочет. Где-нибудь стоит там. Ничего, нормально. Пришла в милицию, начала рассказывать. А мне никто не верит. Вспоминала Ирина. Ганюшкина настояла, чтобы ее проводили в кабинет знакомого оперативника. Ему женщина принялась перечислять фамилии всех пленниц. И тут же узнала рабынь на находящихся под стеклом на столе в фотографиях. Толпаева, Мельникова и Козикова числились пропавшими без вести. Правда, стражи порядка особо женщин не искали. Учитывая образ жизни пропавших, правоохранители решили, что те ушли в загул. Вскоре к гаражу Комина прибыла оперативная группа. Ганюшкина предупредила милиционеров, что ведущая в бункер лестница находится под высоким напряжением. А потому они решили устроить засаду и дождаться хозяина гаража. Как только Комин появился, его сразу же скрутили милиционеры. Он категорически отрицал, что в бункере под гаражом трудятся рабыни. И умолчал, что ведущая туда лестница находится под напряжением. Тогда один из оперативников сообщил Комину, что сейчас спустится вниз. И если он погибнет, Александры будут судить за смерть сотрудника милиции. Маньяк испугался и тут же обесточил лестницу. Освобожденных женщин выводили из подвала в темных повязках. За годы неволи их глаза отвыкли от дневного света. «Мы жили, как в могиле», — вспоминали невольницы Комина. Вскоре задержали и его сообщника Михеева. Тот принялся оправдываться, мол, помогал Комину только потому, что тот угрожал убить его жену и детей. Впрочем, это не спасло сообщника-маньяка от 20 лет лишения свободы. Из них Михеев отсидел 18 лет в Кирово-Чепецкой исправительной колонии номер 11, а потом перебрался жить в Москву. «Я бы хотел извиниться. Ну, что толку от моего изменения?» Что до Комина, то он на суде требовал для себя прилюдной казни, вместо которой получил пожизненный срок. «Я жалею, что у нас с Иринкой не получилось свадьбы. Я не женился на ней и не доделал до конца вот это все», — сокрушался он после приговора. Дожидаться отправки на зону 44-летний маньяк не стал и вскоре после суда свел счеты с жизнью в изоляторе. Получилось так, что свое последнее пристанище Комин нашел рядом с могилой отца своей жертвы, Татьяны Козяковой. Впрочем, сам маньяк представлял место своего последнего приюта несколько иначе. «Подземный город, — говорил, — сделаю, — что будет огромное количество людей. Я сделаю себе гроб со стеклянными окошечками, и будут мои дети приходить и смотреть на меня. Выкачаю воздух из гроба, и я буду всегда целый. Рядом посажу, как символ говорит яблоню», — вспоминал о безумных мечтах Комина его подельник Михеев. Ирина Ганюшкина сменила фамилию и навсегда уехала из Вятских полян. А получившие свободу Татьяна Мельникова и Татьяна Козякова так и не смогли адаптироваться к нормальной жизни. Первое время женщины пытались искать работу, но из-за клейма на лицах брать их никто не хотел. Они были вынуждены добывать себе еду на помойках. Около семи лет две Татьяны прожили на свободе и умерли от сердечной недостаточности. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, поддержите нас лайком и не забывайте подписаться. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok